Привет, друзья! Теперь, благодаря тому, что у меня есть такой шикарнейший миксер, есть возможность постоянно делать тесто без проблем. Вот так, например, сегодня я буду делать вареники с картошкой, буду месить там тесто. А еще мы будем постоянно делать пиццу. И что я делаю? Я купила вот такой вот сыр, попробовала это, ну, будем говорить так, вегетарианский. Моцарелла, он, это, в общем-то, сыр, вы понимаете, тут от сыра ничего нету. Это соевый сыр, вот. Я его сейчас, он как моцарелла сделан, вот такой вот брусочек здесь лежал, здесь буквально сколько грамм, 250 грамм. Стоил он, по-моему, около 4,50 где-то. Я сейчас просто его натру на крупной терке, пересыплю вот такой зиплок и заморожу. Просто, чтобы у меня всегда было на пиццу в морозилке готовый сыр, если что. Поэтому теперь будем делать также пиццы и постоянно варенички, пельменчики. Так что все. Вот просто решила с вами поделиться таким опытом заморозки сырочка. Пересыпаем в зиплок. Вот, так я его немножечко раскладываю, чтобы он не был сплошным куском. И вкладываю сейчас внутрь вот эту бумажку, чтобы мы знали, что это за сыр. Внутри, потому что, знаете, когда аккумулируется очень много продуктов в морозилке, уже очень сложно помнить, что есть что. А это, вот мы сразу знаем, какой это сыр. Если что, там есть и даты, и срока, и все такое. Я знаю, что мы, конечно, он долго лежать у нас не будет, но иди знай. Мало ли, как оно все обернется. Так что поехали в морозилку. Еще хозяйки на заметку. Сегодня уже я вам показываю свои заморозки. Решила и овощи показать вам, как я морожу, потому что это может быть кому-то полезно. Кто-то, возможно, уже в этом знает. У меня уже лежали какое-то время грибы, шампиньончики. Уже больше недели-две, наверное, в холодильнике. Им уже вообще полный абзац пришел. Они еще хорошие, но их нужно уже готовить. Я ничего не планировала делать, а то, что я не планирую, я в последнее время не делаю. Бурды никакой не готовлю, а бы только приготовить. Поэтому я решила все это собрать в такой veggie mix. Обычно я в Коско такие покупаю. Или просто в обычном супере. Они везде продаются. Сегодня это очень популярно. Мы в нашей семье любим делать stir fry. Это, знаете, с рисом можно делать или с какими-то макаронами. С рисовыми макаронами. Ну, в общем-то, в принципе, с чем удобно, с чем вы любите. И это абсолютно разные могут быть миксы. И когда они именно вот в этом соусе stir fry, они более вкусные, вы можете туда абсолютно все засунуть. Также я люблю добавлять вот эти вот миксы в супы. Вот, когда уже у вас есть какая-то основа супа, и немножечко добавить таких овощей. Всегда stir fry будет вкусный, если у вас есть перчик и лук. Это всегда вообще добавляет такой свой запах и вкус. Но в данном случае вот у меня грибочки, которые уже все, вот я их помыла. Морковочку я сейчас почищу, нарежу. Вот она моя, уже не имеющая товарного вида. Забыла, как она называется по-русски. Перчик. Тыква еще очень неплохая, но я решила ее тоже туда же засунуть в этот микс. И лук. Вот, все, сейчас я это вычищу, почищу, нарежу и упакую в зиплок. Заморожу и буду использовать, в общем-то, в любой из моих любимых stir fry или супов. Это, в принципе, я, такая практика, очень здесь многие ею занимаются. И я думаю, что вам может это, в принципе, пригодиться. Также старайтесь использовать продукты, которые не нужна длительная готовка, да. То есть, ну, например, здесь все овощи такие, которые, в общем, быстро можно их обжарить или притушить, или сварить. В данном случае, если мы их будем обжаривать, они очень быстро приготовятся. Тем более, после заморозки мы знаем, что продукты готовятся в секунду. Все, смотрите, вот сейчас я это все почищу, нарежу. Я вам покажу, что будет дальше. Так, первое, что я сделала, я помыла, почистила грибочки и порезала их просто так, крупненько, такими полосочками, слайсиками. И сейчас я просто закину все в какую-то, надо просто посудину глубокую засунуть. Все вот эти вот по очереди, все овощи, которые мы будем резать, все ингредиенты, чтобы потом могли их хорошо перемешать. Поэтому выбирайте такую достаточно глубокую посуду. Лук. Как вы видите, я достаточно крупно его порезала, крупными квадратами. Потому что расчет идет такой, что это на стир-фрай. То есть я его режу, а потом я еще вот разбираю, вот так вот, чтобы вот такими кусками он лежал. Потому что тот, кто знает, кто стир-фрай делает, обычно режут вот такими кусками крупными. Он должен быть полусыроватым в блюде. Я вот это вот обожаю. Вот такие крупные куски. И видите, я расъединяю его. Немножко руками поработать, немножко поплакать. Вот. И все туда же, в эту же кастрюлю добавляю, в эту глубокую посудину, в которую вы нарезаете все овощи для перемешки. Так. У меня следующая была на очереди морковка. Ребята, кто из Узбекистана и режет морковку на плов. Вот хочу вам сказать, вот эта нарезка самая лучшая. Такая вот тоненькая, хорошая. Но так как я все подгоняю под один размер, то есть у меня какого размера грибочки, примерно так же у меня получается и лук, и морковка у меня не отстает. То есть морковка примерно, видите, все таких одинаковых размеров. Значит, я делаю это соломкой, но не тонкой, а достаточно толстой соломкой. Вот такое у меня, такие кусочки. Это был следующий ингредиент. Поехали реже дальше. Все. Брюкву тоже почистила, порезала. Брюква у нас, в принципе, готовится тоже достаточно быстро в стир-фрай. Там, да, это все-таки такая разновидность капусты. Поэтому ее, в принципе, тоже подгоняло к размеру моих продуктиков. Я ее, конечно, пыталась нашинковать более подобно к луку. То есть вот она вот такая, да, получается по толщине. И разными кусочками. Некоторые кусочки так, некоторые кусочки вот так получились. Тоже закидываю в миску в эту. Чек подоспел, тоже его резала. Так и все остальные овощи. Тыкву я решила, она такая классная, хорошая. И здесь уже достаточно большой объем. Я решила пока что тыкву отложить. Она классная, я ее успею сделать в духовке. А это сейчас, что мы делаем? Сейчас просто это все надо перемиксить аккуратно руками. Обратите внимание, я не добавляю никаких приправ сюда, ничего такого. Чтобы это все не пустило сок. Все нужно обратить внимание, что все мои продукты, ингредиенты, нарезанные здесь, абсолютно сухие. Не пускают никакого сока. Сейчас просто надо все это двумя руками перемиксить. И когда я все это перемиксю и спрячу уже в зиплок, я вам покажу. Вуаля, вуаля. Вот готов у нас наш зиплок. Он получился забитый. Это достаточно большой зиплок у меня. Не стандартный размер. А вот, пожалуйста, готовый микс для стир-фрай, для овощей каких-либо, которых вы любите тушить, с мясом, для супов. Микс абсолютно может быть любой, какой вы любите. Опять-таки, они продаются сегодня везде. Это очень популярно. Это быстро. Даже особенно для тех, кто работает. Пришел, бросил на высоко разогреваете сковороду, буквально немного масла на вот эту горячую практически сковороду вот этих овощей, несколько горстей бросили. Буквально дали им обжариться. Вот не обжариться, а прям буквально придали им какой-то такой горячий вид. Да, то есть буквально, чтобы они обожглись со всех сторон. Несколько подбросов. Добавили, что вы любите. Макароны рисовые, макароны обычные, рис. Желательно, чтобы это было уже отдельно приготовлено. Тоже сварите себе буквально отдельно рис. Пусть у вас будет отваренный просто белый. Или те же рисовые макароны, или что-то. Можете сразу прям параллельно, пока у вас это жарится, это варить. Закинули это все. Ну, перед тем, как вы закидываете гарнир, непосредственно будем говорить так. Я еще наливаю примерно полстакана соевого соуса. Ваши любимые приправы, кто что любит. Можно добавить чеснок сюда свежий выдавить, кто любит, поострее. Можно добавить острую приправу, сладкие чили. Можно не сладкий, просто вот такой острый сделать. Перемешали все это хорошо. Так, промиксили внутри сковороды. Все, у вас готовый ужин, обед, что вы хотите. То есть это буквально 2 секунды. То есть это очень удобные заготовки. Все, поехали в морозилку.